Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Фёдорова на канале Звёздный секрет. Осенью этого года в 17-й раз пройдёт популярный телевизионный песенный конкурс «Детское Евровидение», именуемый Junior Eurovision Song Contest 2020, трансляцию которого по ТВ и в интернете смогут увидеть зрители разных стран. Аналог самого знаменитого ежегодного вокального события, в котором выступают взрослые звёзды, «Детское Евровидение» примет на своей сцене только юных участников. 11-летняя София Фиськова из Санкт-Петербурга представит Россию на международном конкурсе детской песни «Евровидение 2020», сообщила РИА Новости. Вот что сказала по этому поводу сама победительница. «Я очень счастлива, даже не думала, что такое может случиться, что стану финалистом. У меня были достойные и сильные конкуренты. Впереди ответственный момент – представлять Россию на международном конкурсе в Польше. Рада, что всем понравилась моя песня. Она о том, что никогда нельзя опускать руки. Нужно идти вперёд и наполнять каждый свой день добром и счастьем». Друзья, напомним, финал национального отборочного тура прошёл в Москве накануне. В нём участвовали 11 конкурсантов из разных регионов. В этом году из-за ограничений, связанных с карантином, запись концерта проходила без зрителей. В течение недели на официальном сайте Детского Евровидения за юных артистов голосовали поклонники их таланта. В профессиональное жюри вошли представители творческих профессий и российского шоу-бизнеса. Певцы Юлия Савичева, Алексей Воробьёв, Лена Катина, Полина Богусевич. Финал Детского Евровидения 2020 состоится 29 ноября в Польше в формате телемоста. И ещё одна новость, друзья. Стало известно имя победителя национального отбора в Казахстане на международный ежегодный песенный конкурс Детского Евровидения. Каракат Башанова победила в национальном отборе международного конкурса. Решение было принято по итогам голосования жюри и телезрителей. Мы находимся за кулисами. Буквально только что несколько секунд назад назвали имя победителя. Это Каракат Башанова. Она будет представлять нашу страну на международном песенном конкурсе Junior Eurovision. Она выступала, напомню, под номером 11. Видимо, её выступление понравилось как судьям, так и зрителям больше всего. Но стоит отметить, что все абсолютно из 12 финалистов, безусловно, очень талантливые дети. Они показали всё, на что способны. Свои вокальные данные. У них были восхитительные номера. Но вот у нас есть победители. Что хочется также ещё отметить. Теперь Каракат Башановой предстоит... То есть участвовать в столь масштабном песенном конкурсе предстоит ещё очень много дней подготовки. Это и моральная подготовка, и физическая подготовка своих вокальных данных. Но я думаю, у неё всё получится, если она одержала уверенную победу на национальном отборе, который в нашей стране только что практически подошёл к своему завершению. Победителя уже назвали. Значит, и там сможет проявить себя и показать всему миру, чего достойно вообще и на что способны казахстанские таланты. Стоит также ещё отметить, что основное шоу для тех, кто, возможно, не смотрел трансляцию, длилось примерно 2,5 часа. За это время дети-финалисты, которые прошли и так несколько уже конкурсных отборов, сегодня смогли показать, опять-таки повторюсь, всё, на что они способны. Вот. 12-летняя конкурсантка исполняла композицию «Форевер», во время которой члены жюри не смогли сдержать своих эмоций. «Каракат» начала заниматься вокалом в 5 лет, сейчас она учится в музыкальной школе. 12 финалистов выступили с авторскими песнями, написанными специально для них известными композиторами страны. Всего в рамках первого этапа национального отбора было принято 684 заявки со всех регионов Казахстана. На втором этапе члены жюри выбрали 30 сильнейших участников, из которых путём онлайн-голосования были отобраны 12 финалистов. Напомним, что участие Казахстана на Junior Eurovision уже в третий раз стало возможным благодаря тому, что агентство «Хабар» является ассоциированным членом Европейского вещательного союза с 2016 года. На проведение детского Евровидения 2020 претендовал Казахстан. Однако стране было отказано в принятии на своей арене вокального конкурса, так как она не является полноценным участником Европейского вещательного союза. Друзья, напомним, в 2018 году в Минске на детском Евровидении от Казахстана выступала Данелия Тулешева, а Ержан Максим занял второе место на международном песенном конкурсе Junior Eurovision в 2019 году. По итогам голосования телезрителей и жюри Ержан набрал 227 баллов. Оба артиста выступали тогда и на «Бага-Тибала-2018». Данелия Тулешева была гостем, Ержан Максим стал обладателем Гран-при. Ну что ж, друзья, пожелаем Софии Фиськовой и Каракат Башановой успешного выступления в 18-м конкурсе Junior Eurovision 2020, который пройдет в Польше 29 ноября 2020 года. Друзья, всем счастья и здоровья! Берегите себя и своих близких! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». «Звездные секреты» «Звездные секреты» Продолжение следует...